Впереди у нас косплей-сценки. Первые летучие ежи. Гандамм-00. Великий Новый год. Гандамм-00. Это не я сказал. Война закончилась. В Азадистане воцарились мир и спокойствие. Теперь ничто не угрожало безопасности мирных жителей. Все кровожадные злодеи были мертвы и... Обломитесь! Я жив! И я без работы. Война закончилась. Наемки никому не нужны. Придется искать что-то другое. Посмотрим, что у нас тут. Требуется на работу привлекательная девушка-секретарь. И я, конечно, чертовски привлекательный. Но я не девушка. И уж тем более не секретарь. А, отдам щенка в хорошие руки. Это немного не итог, хотя вопрос уже можно считать решенным. А, вот! Детишкам нужен наставник. Желательно с опытом работать. А что? У меня есть опыт работы. Это место мне подходит. Когда Али говорил о своем опыте работы с детьми, то имел в виду, что ему доводилось тренировать малолетних террористов. Хотя, возможно, именно такой наставник и требовался сиротам, которых взяла на воспитание принцесса Марина. Дети, успокойтесь. Да успокойтесь же. Сейчас будет обед. А что у нас за обед? Котлеты. Фу! Котлеты! Котлеты – это для девчонок. Я не хочу котлеты. Я на диете. Заткнулись все! Смирно! Добрый день. Это вашим детям нужен воспитатель? Да, мои. Они чудесные, но, к сожалению, немного избалованные. Вот я и подумала, что им нужна твердая мужская рука. А где их отец? У них у всех полиразлятцы. Надо же! А сына вы такая скромница! Вы все не так поняли. Впрочем, неважно. Я готова взять вас на работу. Отлично! Только учтите, мне нужен человек, способный привезти этим идеалом добра и справедливости. Вот скажите, что лично вы можете сделать, чтобы в мире стало меньше войны? Ну, я могу напиться и потерять ключи от своего мобильного доспеха. Ладно, выборов у меня все равно нет. Хотите котлету? Тут еще и кормят. Круло! Пойдем, поможешь мне на кухне. Какой таинственный мужчина. Хотела бы я знать, о чем он сейчас думает. Тоже мне загадка. А котлета? Дети, дети, что же мне с вами делать-то? Ладно, начнем воспитание. Признавайтесь, кто из вас курит? Ну, я и я. Не надо на меня так смотреть. Я прочитала, что курение помогает сбросить вес. Отлично. Значит, мы с вами пойдем покурим, а остальные тем временем перетащат в дом мои вещи. Чего стоите? Вперед! Ну, чего молчим? А я считать не умею. Ладно, проехали. Ответьте на простой вопрос. Кто написал на моем доспехе, по-моему, меня я вся чешуся. Ну, я. Так иди и мой. Это произвол. Да? И что? Ничего, я просто так сказал. После занятий возьмешь в чулане ведро и швабру. Итак, начнем урок. Внемлите мне, бандерлоги. Чему вас учила Марина? Мы вышивали крестиком. Вышивка. Это для девчонок. Вот и я и так говорил. Сегодня мы с вами будем учиться стрелять. Вот смотрите. Это автомат. У военных такая модель называется просто. АК-47. А иногда еще проще. Это хреновина. Где вы-то вы тут занимаетесь? А, зарядку делаем. Дети, покажите. Это хорошо. Это очень хорошо. А теперь пять кругов по парку. Ну, чего стоите? Бегом, марш! Ну как, вы с ними справляетесь? Вполне. С утра я рассказывал им сказки, а вечером мы планируем организовать поход вокруг дворца. С ночевкой. Ах, как это прекрасно. Сразу видно, что в доме появился мужчина. Угу. Знаете, я ведь девушка одинокая. Угу. Иногда я мечтаю о том, что вы... Впрочем, не важно. Хотите котлеты? Не откажусь. Идемте со мной. Теперь так называется. Игорь Негода. Спасибо. Спасибо.